Здарова, мужики! Сегодня мы продолжаем обучение на духовом манке. Наконец-то, так долго прошло времени. Поэтому, если вас интересует, как из манки сделать манки, то это видео для вас. Поехали! Итак, в своих видео я рассказывал до этого, как правильно научиться дышать, как выбрать манок. И, в принципе, мы разговаривали о том, что же такое вообще манки, почему они хорошие или плохие, как вообще понять, что же такое манок. Я делюсь своим опытом за 12 лет. Пока я изучаю вот это непонятное искусство. Для того, чтобы хорошо манить так же, как нам кажется манят профессионалы. На самом деле, этот путь очень долгий, для кого-то очень короткий. В зависимости от того, насколько в вашей голове или в вашем умении присутствуют какие-либо знания, от этого и будет зависеть скорость вашего пути. Поэтому сегодня мы разберем две техники дыхания и поговорим о них, почему и какая лучше, и какая хуже. Вообще, изначально, когда вы учитесь на манке, то вас учат обычному стандартному выдуву, который физиологически похож на то, что вы, в принципе, знаете и к чему вы привыкли. Это просто сокращение подачи воздуха. Но со временем вас не устраивает эмоциональная окраска, когда вы освоили базу. И вы не понимаете, как же так переходят они из клакинга в крэйдж или в йодаль, не останавливаясь, исполняя эти звуки. Для кого-то это уже просто, кто-то идет в начале пути, и для кого-то это сложно. Поэтому, скорее всего, это видео для вас. Итак, давайте разберем на обычном графике, на обычном примере, что же происходит, когда мы классически с вами научились выдувать вот этот простой звук. Нас, в принципе, и учит тренировать его медленно, для того, чтобы мы четко управляли язычком, чтобы получался срыв, возврат воздуха, угасание и снова подъем, для того, чтобы исполнить йодаль. Что же происходит внутри и что происходит на графике? Сила выдува. Вот он пошел, да? График воздуха, которому выдуваем манок. Который необходим для того, чтобы завести манок. Ну, грубо говоря, чтобы мы с вами получили вот этот звук. То есть, вот он пошел, необходимый звук, который заводит манок, язычок начинает дребезжать, работать. Ни выше, ни ниже. Соответственно, вы понимаете, если дуть слабее, то этого звука просто не будет. Если выше, будет срыв. Потом нам с вами необходимо добавить давление, когда мы с вами дышим манок, до срыва язычка. То есть, когда язычок уходит вверх. Он замыкается, и мы получаем вот этот звук. Это все очень просто. Мы миллион раз видели тысячи обучалок, которые нам про это рассказывают. Что происходит дальше? Нам необходимо ослабить давление, для того, чтобы язычок вернулся в исходную позицию. И здесь его ловко подловить, чтобы манок не заглох. Чтобы не получилось вот так. Надо продолжать дуть. Поток давления, увеличение давления, падение давления. Подхватываем язык, начинаем дуть дальше. Соответственно, дальше, в зависимости от необходимого звука, идет новый срыв. Снова мы опускаем и продолжаем ловить давление. Вот все это так просто. Тренируемся медленно. Потом все это дело ускоряется. Что касается клагинга при этом выдуве. Мы с вами также продолжаем нагнетать воздух до необходимого нам звука. И в конце мы должны его замкнуть языком. То есть здесь я нарисую вниз, но язык поднимается к верхнему небу. Вот если это ротовая полость, зубы, язык. Поднимается к верхнему небу, отсекая его. Либо залипает верхнее небо. Это тоже тысячи раз мы видели. Это все те обучалки, которые нам говорят о том, что нужно делать для того, чтобы достичь этого звука. И мы на выходе с вами с давления, замыкая языком кверху, получаем звук клакинга. Соответственно, дальше тренируем горку. Пытаемся достичь более качественного звучания. Потом начинаются дабл-клакинги и вся другая ерунда, о которой мы поговорим в следующих видео. Но нас сейчас интересует понять принципы дыхания и как его изменить. И вроде теперь объединяете все это из обычного йодля. И вот так у нас полстраны манит. Но не всех это порой устраивает. По одной простой причине, что всем хочется чего-то новенького. И единственное, что нам может помочь, это скретч, который мы добавляем в звучание. И вроде нам как-то кажется более поэмоциональным. И вообще все. Про суперзвуки. Очень круто, очень классно. Мне это тоже очень сильно нравится. И так я манил 8 лет. В 8 несчастных лет я был счастлив тому, что наконец-то я это освоил. Но в моей жизни, наверное, случилось то, что случилось в жизни каждого из вас, либо случится впоследствии. Я услышал звуки. И я услышал невероятную скорость, которую обладают манильщики, участвующие в соревнованиях, либо на видео каких-то охот, которая для меня была какой-то немыслимой. Я увидел что-то типа вот этого. Блин! Это значит, мне нужно просто эту скорость натренировать. А какие филигранные переходы! Из клакенка в йоды! Блин! Как же это здорово! Нужно просто тренировать скорость. Самая эта проблема еще заключалась в том, что обратившись к любому другому манильщику, который это умело я слышал у них в их программах, либо в исполнениях эти звуки, я слышал одно и то же. Ну, надо просто больше тренироваться. Нужно почувствовать это. Почувствовать. Вот так вот просто. Почувствовать. И вот я потратил год, чтобы это почувствовать, и это не почувствовал. Потом мне пришлось просто стоять рядом и слушать, что же происходит внутри их речевого аппарата, для того, чтобы изменить эту звуковую нагрузку. Потому что все это у меня получается однообразно. А у них как-то весело, совершенно другая ритмика, совершенно другие темпы. Как же они это делают? А делают они это абсолютно с другого выдува. И самое интересное, почему тогда людей они учат на стандартном классическом? Дело в том, что стандартный классический нас физиологический выдув, он позволяет освоить вот первые те ноты и звуки, которые можно исполнять на гусином манке. И для многих этого достаточно. А вот чтобы делать более продвинутые и скоростные вещи, не факты, многие могут сказать, что это не так сильно нужно, необходимо совершенно по-другому контролировать и отсекать воздух, для того, чтобы это получалось. И вот про это я вам сейчас расскажу. Я услышал, что есть какая-то определенная атака в звучании. И вот этот переход звуковой, он звуковой, а не просто гашение давления в манке. То есть в нашем случае, вот здесь, когда мы срываем манок, для того, чтобы язык залип, и мы с вами получили звучание в йодле высокое, вот это лы, мы просто увеличиваем давление. А у них вот в этом промежутке происходит то же самое. Но вот здесь, в момент подачи воздуха, он подается каким-то другим способом. Каким-то другим способом давили мне неизвестным. И вслушиваясь в ритмы и в темпы игры, находясь рядом с ними, я услышал у них такое достаточно серьезное грубое движение к горлу. Ишь, ишь, ишь. И попросив их, сыграв в обратную сторону манка, вы многие, может быть, про это слышали, я слышал... Ишь, 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 ишь. Это как-то очень сильно отличалось от моего... Ишь, ишь, ишь. Ишь, ишь, ишь. Это какие-то абсолютно две разные позиции. И когда я начал использовать эту технику, хотя я слышал 12 лет назад, как один мужик учил всех на БГ-1 играть просто ударной техникой, используя вот этот звук, используя манок, мне казалось это смешным и неправильным. И когда я научился его разгонять, я понимал, насколько это более продвинуто. Хотя он, в принципе, был прав. Просто нужно было две эти вещи объединить. Давление, удар усилением горла, поднятие воздуха вверх, как плевок или как удар, и, соответственно, его взрыв, который и дает возможность быстрого, самого главного звукового управления срыва. Итак, как же это сделать? А ничего проще нету? Это нужно почувствовать. Нормально тогда? Разложил тему. Не почувствовать, это нужно натренировать. Делается это просто. Берете звук С. И берете звук И. Когда вы делаете звук И, или делаете его шепотом, И, 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 вам приходится напрягать мышцы горла и, соответственно, напрягать связки, которые сжимают мышцы горла. И вы все сможете сказать звук И, И, И. И если вы включите свое мембранное дыхание, которое мы с вами тренировали в других видео, то, в принципе, добавив букв С, мы получаем ИС, 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 ИС. И тренировать нам нужно более протяжный удар. Не ИС, а ИС, ИС, ИС. С продуванием его дальше. И, в принципе, и вот сейчас позови любого знакомого друга, скажи, сделай ИС, ИС. Он сделает ИС, ИС. Ничего в этом сложного нет. Теперь это все нужно вложить туда, в монок, для того, чтобы получить вот этот звук. Вот мы срываем монок. Срываем монок наверх так же. Не А. Но мы должны теперь соединить две вот этих техники в одну. Дули, как дули раньше. И в конце теперь замыкаем ИС. Все просто. Дуем, замыкаем звуковым взрывом. Изначально у вас не сильно хорошо будет получаться. И, скорее всего, вы, если когда начинаете владеть монком, и помните, вот валяется он у вас на полке до сезона. У нас же все в среднем хватают за месяц до охоты и начинают тренироваться. Вы начинаете манить и выдыхаетесь, ну, где-то за одну минуту. Потому что опыта не было в течение недели. Ой, в течение года. Здесь, взяв монок и сразу попробовав вот это, у вас еще меньше будет возможностей. Где-то секунд 20 вы сможете вот так вот подавать туда воздух, потому что это тяжело, это нужно тренировать. У меня так вообще голова кипела и болела два года назад, когда я все это дело осваивал. И я думал, что это нереально. Ну, где-то месяц-два ежедневных тренировок, 15-20 минут, они перейдут к тому, что вы научитесь делать вот эту атаку, если вы до сих пор этого не умеете делать. Что же нам дает вот этот вот удар? А этот удар нам дает совершенно другой уровень управления монком. Если здесь вы управляли давлением таким образом, чтобы давление просто падало, и вы ловили его для того, чтобы звук был правильный, и со временем научились это делать на манке благодаря своей камере достаточно хорошо, то вот в этом случае мы можем ускорять это давление раза в три-четыре. Каким образом? То есть, если здесь, представляете, для скорости создания звука, вам необходимо уронить давление, если вы хотите сразу же сделать повышение давления, грубо говоря, первую долю сделать быстрой, сразу, без протяга, вам необходимо уронить давление и снова поднять давление. Соответственно, что у вас получается? В принципе, быстро. В принципе, быстро и вообще очень круто. И нахрена мне вот это? А вот нахрена вам вот это, я вам объясню. Удар... Он гораздо быстрее, чем падение давления. Ну, раз так в пять быстрее отработает падение и подъем давления, если вы хотите сделать это подряд. По-простому... Насколько быстрее? Ну, в разы быстрее. И самое главное, меньше необходимы затрат воздуха, как бы это ни было смешно, и гораздо выше и четче контроль. А вот как уже это превратить в дальнейшем звук на работе на манке? Сейчас расскажу. Большинство где-то плавает посередине. Они понимают то, что использование вот этой ударной техники дает им возможность издавать более четкий, более громкий, более быстрый звук. Но до конца это дело не дорабатывает. А на самом деле, вот этот звуковой перелом или звуковая атака, как я вам говорил, тренируется растяжками длинными и короткими. То есть, если вы можете просто сделать «сссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссс говорил нам необходимо бешеное количество контроля и каждый раз давление необходимо ловить в определенный уровень даже переходя в клаки да что у нас получается каждый раз нужно давить ловить давление что получается здесь давление всегда одинаково удары они присутствуют как при обычном йодли как начинающего часть также и в клакинге и смотрите в чем фишка получается что если мы разложим любой звук на выходе он имеет совершенно разное начало в случае с йодлем вы повышаете давление и понижаете его в случае с клакингом в первом теме до случае с клакингом вам приходится также резко просто повысить и понизить давление замыкая конец языком получается по факту совершенно два разных способа в извлечении звука в этом случае более длинное повышение давления в этом случае более короткое повышение давления замыканием языка что тоже будет очень сильно влиять на время исполнения этих звуков и на их качество в этом случае мы с вами разобрались да просто отсечка звуковая делает нам доброе дело мы не теряем давление когда падает уровень язычка и клакинг производится с точности с этого же звука получается начальная работа на звуки срыва будет такая же как на производстве клакинга то есть если раньше в клакинг мы повышали давление и замыкали языком то в этом случае мы также используем звук из чем фишка контролировать давление просто одинаковым выдувом и контролировать давление одним и тем же звуком проще и она будет четко и равномерное но самое главное заключается в том что звук из может превратиться одновременно как ведаль так и в клакинг что в принципе при его использовании дает вам возможность не останавливаться при исполнении звуков клакинга и перехода в йодаль а продолжать просто используя один и тот же звук менять степень отсечки звука во рту в этом случае просто горлом в этом случае просто языком то есть звук один и тот же понятно что из из вы делать не можете вы делать в итоге это для правильного создания звука мы изначально используем этот звук получается либо либо понимаете основа получается одинаковые абсолютно одинаковый что дает возможность не делать переходы останавливаться а дает возможность просто менять отсечку в обратную сторону один и тот же звук на взрыве падение давления увеличение давления разные виды давления без звука управляемость хуже управляемость непонятная управляем мы сложно не хватает на взрыве давления изменения степени звука вы не можете делать вот так вот не вы не можете его прорать при ударе вы ударяете ударяете сильней ударяете ударяете сильнее и взрыв получается выше плюс тот же самый звук Удара, превращающийся в клак Скорость Безумная филигранная работа Увеличение Эмоциональной окраски Пожалуйста, если кому-то поможет Буду только рад В следующей неделе мы полностью с вами Разберем клакинги, виды клакингов И виды скрейджов Я надеюсь, что вы подписались Для того, чтобы все это не пропустить Пока